всем привет друзья сегодня будет может быть и не сегодня зайдет за правило что все прохождения все обзоры все что связано не со стримами будет без вебки вот почему-то мне кажется так удобнее будет ориентироваться все кто хочет меня посмотреть будут приходить на стримы стримы пока у меня не включили так висит страйк до сих пор а сегодня у нас игра с названием не но куни 2 возрождение короля это какая-то интерактивная рпг и вроде бы даже к ней руку приложила сама студия гимли которая создает топовые анимешки в общем давайте посмотрим посмотрим где-то далеко-далеко от привычного нам мира есть другой мир не похожий на наш история этого мира история войн и распри где слабому не место под солнцем в конце концов осталось несколько могущественных королевств наступил смутный век взаимной ненависти и недоверия это история великом короле сумевшим изменить этот жестокий мир соединенный штат ну неплохо президент крэйн мы почти на месте это же матерь божья это салют в честь прибытия я так думаю серьезно начало эпичную ночью и выжил да ладно испарился дай еще глава нейру на переворот коронелли по поводу японского языка зазвучки я специально его включить все приготовления завершены ну что ж тогда начнем этот шум что это что произошло эван-дорис фан не андал король этой страны ты кто отвечай я бы сам хотел дознать что это за место такое что со мной происходит что я сказал это мальчик я думал это девочка боже мой голова раскалывается это президент которого кто-то забрал и он теперь молодой интересно мобила естественно не работает вне зоны действия ну туда как бы да а кажется я я ехал на саммит по пути тогда что это сон или не сон кто-нибудь кто-нибудь что случилось почему никто не идет не идет альми альми ты здесь я подготовка церемонии ой прости малыш мне сейчас не до игры как ты смеешь я же сказал я король хорошо как скажешь я могу тебе кое чем спросить да я умер что за бред что взорвалось это не все твоих рук дело ладно давайте абстрагируемся и будем рассуждать логически предположим на секунду что все сказано этим мальчиком правда да значит ты король верно понятно я пойду проверю что там а ты побудь тут ну как бы он тоже король только президент понимаете ты что сбежать собрался сюжетное задание управление персонажем да я не так понятно что происходит воу снова да пошли уже подробно используйте мы чтобы перемещать камеру так же как для сброса а понятно это замок что то я не припомню подобного места дружище ты как бы вообще не понимаешь тут мыши незаконное вторжение ни шагу дальше эй вы схватите его мыши блин повстанцы какие то что за звук сюда обстоятельства такие они пришли за тобой отойди ничоси я же говорю какие то повстанцы блин как я угадал а ближний бой все атаки ближнего боя разделены на два типа боестрая но слабая атака выполняется при нажатии на левую кнопочку мыши и медленная но более мощная при нажатии на правую урон получаемый в бою зависит от силы ближней атаки у нападающего и защиты у обороняющих гасян чёрт побери ты кто ой шифт не работает боёвка ничего так хе-хе очень громко правда я чуть не оглох да ты в порядке не приближайся сюда кто-нибудь не дайте ему уйти разуй глаза бежать тебе надо самому что почему мы там не ой ты еще не понял это государственный переворот что не может быть государственный переворот в моем королевстве ой на его на уже нашли да с минуту на минуту доклада по вимке ждем типа доклада по вимке здесь опасно пора уходить я понял ну неплохой графончик на самом деле очень неплохой и опять же здесь она как бы интерактивная то есть мы читаем ударить по врагу в самый разгар приготовления и церемонии это воистину превосходный план ваше величество но этот король леополит оказался крепким орешком я постепенно увеличивал мощь количества нет добавляемую ему в пищу и тем не менее мы так отстали от графика лишь сейчас удалось приступить непосредственно реализации нашего плана хе ничего ничего такой вариант развития событий так же рассматривался уверены что король леополь скончался от болезни осталось только убрать мальчишку как только он будет устранен его из полностью перейдет в руки рактусов и тогда наконец настанет час завершения нашей миссии что донесение цель но у скрыться что это значит позволили ему сбежать ах не важно переходим запасного плана темный рыцарь Будь наготовен. Босс какой-то. Представьте. Меч у него прям такой модный. Шапочка такая с пером. Весь такой красивый. Пещеры. Ничего. О, нет. Теперь понятно, откуда доносились взрывы. Да. Кажется, ты говорил, тебя зовут Эван. Я Роланд Крейн. Просто Роланд. Ты говорил, король этой страны? Да, в некотором смысле. Но как же так? Коронелл ведь всегда был мирным королевством. А, да так и бывает. В любом государстве где-то в заколонках таится зло. Что? Я ведь сам в своем мире тоже был схож с тобой. Ёс. Поспешим. Нужно поскорее отсюда выбраться. Кутиков нафигачили, понимаете? Сюжетный квест обновлен. Побег. Нажмите Т, чтобы открыть главное меню во время боя. Наверное, меню не доступен. А, меню не доступен. Т? Ага. Что у нас тут есть? Пока ничего. База знаний. Здание, предметы. Ну, тут особо ничего нет. Меч, пистолет. Ну да, ничего особо нет. В этом смысла этого нет. Пойдемте. Обыскивать можно? А как? Он уже не дышит. Там вон один живой. Ну, кот, кот, куда? Хару. Я в порядке. Прошу вас, бегите пока можете. Хорошо. О, здорово. При нацировании нажимаете колесо туда или сюда при переключении. А, я понял. Ну, ты все. Победа. Роланд, неужели ты прибыл сюда, чтобы спасти меня? Кто знает, может в этом моя судьба. Та-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-там. Та-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Красиво нарисовано все. Реально вот это красиво. Вот прям красотища. Ничего нету. Ладно, пойдемте. Давно уже я не видел таких прикольных игрушек. Роланд, подожди. Посмотри внимательно на этих солдат. На них? Не видишь, они одеты в красную. Это форма элитного отряда. Понятно. Сейчас нам лучше с ними. не связываться да если только алыми альми было здесь альми да я зовут алина она очень сильно и она еще добрая знает все 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 на свете если бы она сейчас была с нами она бы одним ударом рассказал этот отряд правда если она такая сильная то с ней обязательно все будет в порядке но сейчас нас лишь двое ты и я и сражаться с ними сейчас плохая идея окей лишь как нас обучают и что же нам что же нам делать ребят по кустам по кустам я понял а нас точно не заметят тихо пройдем в тени кустов осторожненько и все ну на цель скрылась вместе с таинственным чуваком чужаком но ведь все входы и выходы в комнату были перекрыты как он исчез не знаю насколько я правильно делаю крысли он беспощаден что не говори я рад что не родился котом ой серьезно он прям сюда смотрит уйди 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 чувак уйди как он не заметил нас слепошары еще чуть-чуть ой что за шум можно убежать нельзя нельзя я понял сейчас нас убеда уйди ты застрял странно один чувак заметил другой не заметил что за чушь заново куда заново откуда нахер заново ясно все сидим 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 проходим проходим на здесь у нас будет час поджидать да нет никого нет пройдем да уйди ты нахер села тут тихо 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 насколько я понимаю две видеть не должны только меня отворачивайся отворачивайся нахер еще там один будет вот здесь а тихо 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 очень тихо ребятки у него просто красные глаза видите он видит все он видит все в этом мире отличие от меня а дверь открыта она закрывается видимо автоматически когда увидели пойдем отлично отлично кое-как проскользнули замок похож на лабиринт все коридоры одинаковые мне альби говорила что-то специально сделано чтобы запутать внешних врагов было бы имел бы смысл если вы враги бы внешние используйте мы чтобы проверить ваше местоположение во время боя недоступно а мы здесь нам надо сюда значит мы идем вперед или вниз куда-то переведет нас ковер ковровая дорожка красная вот ребятки представьте что мы идем к получении премии оскар а обычные пацаны давайте драться здорово мы ловушки ну смысле мы ловушки используйте блокирование невозможно уклониться от атаки противника это позволит вам выиграть время перед контратакой так ну окей блокирование говорите да получается уровень 1 уровень и мы подняли мы с вами подняли первый уровень вот они боевой маг вперед взять их что подкрепление но ничего сейчас мы им покажем письку сиську письку нам андрючим так 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 да он какой-то вася сразу боевого мага мочить ой хорош да в смысле ничего нажимаю нахер я же говорю папа 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 пули он не пропускать слышь началось он еще и некромант вы понимаете даче происходит неужели это конец сейчас привезет альмина альмина прибежала я же говорю рыбочка рыбачка спросите что заставила вас ждать после присвященства господи божьего величества альмина я рада что с вами все в порядке у раунд меня спас рованд ой давай немного отложим на знакомство сейчас нужно разобраться с ними так-то да уклонение в при нажатии она shift да и сколько там блин пацанов этих господи боже мой неплохо так неплохо вовремя подоспела помощь спасибо альми не стоит благодарности я должна была найти вас еще раньше но как они могли напасть именно сегодня такой важный день и все таки кто вы такой вы не похожи на жители этой страны как вам удалось пробраться в замок незамеченным а меня зовут рон я сам не понял как имеет удалось я просто очнулся в этом замке рон спас меня от гибели я обязан ему жизнью ну так уж получилось на раз так говорить и я не смею сомниться прошу прощения меня зовут альмина я служу его на самого его детства ну как бы он и сейчас маленький насколько я могу судить ты не просто служанка ты настоящий силохранитель да это правда но мне не приходилось бы им быть до сегодняшнего дня альми что происходит бывший соратник сорок бывший соратник короля крысы ли он устроил заговор ваше величество он находится за вами краса ли он я побеседую с этим краса ли он им не нужно прекратить я вряд ли устроивший заговор в собеседник внемлет какой-либо каким-либо доводом по всем признакам это тщательно спланированный государственный переворот если ты подойдешь к нему тебя непримерно убьют альмина если безопасный способ выбраться из замка мы используемся секретным входом ведущим системы подземных каналов под замком об этом проходит даже среди обитателей замка мало кто знает а теперь придет нас к нему ну пойдем пойдемте сюжетный квест на пути к каналам опа и сразу как всегда это кто еще ваше величество с вами все в порядке аня да благодаря арминии ронду здесь не видно следов сражения да судя по всему цель крысо ли он его величество иван то через замка вдали от королевских покоев поэтому солдата суда не добрались все кто не может сражаться как мы или ранен прячутся именно здесь вероятно не знает что мы здесь сюда нет выхода поэтому мы как пленники таком случае не могу здесь оставаться иначе на люку опасность на все ваше величество и не знаю привиться и вам это или нет но прошу возьмите аптечка отлично 25 целебных двух лестников прекрасно спасибо большое спасибо если вы не уверены как использовать эти травы вернитесь ко мне я вам объясню а хорошо так ссорим отвлекли почему пошли пойдем 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 а куда они через стоят сейчас не понял тормозить что то нет это же быстро прячусь оба быстро куда прятаться то куда темный рыцарь ну здравствуй вот ты похож на поросенка что там крокс темный рыцарь пока темный рыцарь там не будем рисковать перед переждем много в таком типа наблюдаем за ним а что за темный рыцарь такой он отличается от других солдат ай это тайное оружие крыс леона к сожалению темном рыцаре мало что известно лишь то что он обладает страшной силой благодаря использованию запретной магии одно здесь можно сказать точно наши шансы на победу в битве с ним равны нулю куда же си альми это не под силу а тогда нужно как-то пройти мимо избежав битвы с ним верно нам нужно немного замаскироваться к примеру нам бы не помешало переодеться ну тогда на веточки в веточки на голову ему да хорош откуда вы одежду то взяли на ну как одежда защитника здорово тебе идет я рада что нашлось сюда подходящего размера а еще вам понадобится вот этот похоже у вас такого нет а что это это кольцо арсенал для хранения и ношения оружия она позволяет владельцу носить с собой набор из нескольких видов оружия также пользоваться всеми его эффектами могу оружие в таком маленьком колечке к примеру пока вы не пойди не поместите свой меч в кольцо вы не сможете использовать его в полную силу я дам вам еще один меч поместить его в кольцо тогда сделал это прямо сейчас если у вас другое оружие у меня есть пистолет но закончились патрона это не проблема оружие помещено в кольцо арсенал не нуждается в перезарядке будто патроны или стрелы что такое бывает попробуйте поместить ваши мечи и пистолет в кольцо арсенал который я вам дала ну такая так в главном меню вы можете открыть меню снаряжения во вкладке оружия вы можете добавить ваше кольцо арсенал до трех видов оружия ближнего боя во время битвы вы можете переключаться между оружием помещенным в кольцо однако вы можете добавить только одно оружие дальнего действия во вкладке с конечной снаряжения вы можете выбрать доспехи обувь и жерелье и кольца не забывайте что предметы обладать физической и магической защитой ну понятно во вкладке умения вы можете настраивать палитру навыков надзначив заклинание и уникальные навыки для каждого из персонажей вы будете без промедления использовать магию во время сражения давай посмотрим параметры персонажа всего персонажа 5 параметров определяющих его силу ближняя атака оказывает влияние на урон от атаку и менее уже ближнего боя дистанционная атака непонятно и магическая атака еще понятнее хорошо физическая защита уменьшает получаемое от физических атак урон и магическое естественно магическое значение этих параметров является базовыми способностями персонажа и экипированным снаряжением при этом каждый из героев может носить свои тип оружия снаряжение аксессуаров универсальный для всех ближняя атака ну это поинтересней смотри как а я уже в кольце в этом пистолет ну окей выбрать одежду настройки оружия ручное приключение настройки оружия что такое оружие поменяется и на рекомендуемые автоматически когда уровень заряда достигнет нуля ну понятно я не буду ничего трогать полуавтоматическая пускай так что это у нас доспехов нет магия естественно тоже нет ну окей подтвердить да в смысле как убрать то все окей задание база знаний снаряжения все пойдемте поместив несколько видов оружия ближнего боя в кольцо арсенала можете переключаться между ними с помощью у вас может быть множество причин для смены оружия но главное эта цель заключается чтобы всегда стремиться используя то уже уровень заряда города заполнен как можно ближе к ста процентам уровень заряда оружия ображается рядом со знаком оружия в левой верхней части экрана вы можете выбрать один из трех режимов переключения понятно ну я понял 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 все окей вот так его стал железный меч мне кажется интереснее хотя все уй она улыбается отлично если заранее поместить кольцо арсенал несколько видов оружия то можно переключаться между ними варе да я с господи да сколько вы можете да хорош еще и вы возьмите вот это пожалуйста получили комплект снаряжения его что это я собрала для вас базовый набор вещей которые могут пригодиться вам в ближней ближайшее время кольцо арсенал там тоже есть пока я с вами я буду защищать вас но никто не знает что ждет нас впереди может случиться так что вам придется защищать и самостоятельно альми по всему миру разбросано множество так называемых путеводных путевых камней остается загадкой кто же их оставил все эти камни у путевых камней вы можете мгновенно восстановить очки здоровья и маны всех персонажа также исцелить их будьте спокойны с вас не потребуют за это деньги места где вы не можете сохраниться из главного меню воспользоваться путеводным камнем путевым камнем для этого займите в такой камень взгляните на него поближе все участники отряда полностью восстановили свое здоровье сохранить до фасы да хорош нет вот сюда идет все отлично древи великолепненько погнали нам же сюда ну да умение пока у меня нет окей куда он делся отлично темного рыцаря не видно это наш шанс ну там полно элитных солдат отличная стратегия в такой ситуация охранять все входы и выходы чтобы попасть в систему подземных и но под замком нам нужно пройти по коридору с противоположной стороны тогда нам придется пройти на полон через этих ребят атака на расстоянии альт только во время боя а как она как они шелить на ее по расстоту а почему меня ничоси не 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 а подожди ты нахер твою мать как же громко она игра какие звуки здесь громкие это кошмару все вы конечно этого не услышите что за я уже читать конечно это же нему не 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 пацаны не 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 я да пошел ты нахер слышь отлично раздолбали пацанов раздолбали пацанов против патронов никто не устоит слабаки так нам куда сюда подземный канал в этой комнате вот сюда зеркало обычная комната здесь должно быть спрятан рычаг должен быть спрятан я никогда его не видела но я полагаю что он может быть в этой полке прекрасно вот это да ху ну надо же как в кино погнали что идем дальше идем в канал здесь темно смотрите под ноги альми почему кресоле он устроил государственный переворот это потому что я стал королем господи я боюсь его на это не твоя вина тьма уже глубоко пустила корни в этом королевстве насколько я понял здесь существует некое противостояние раз не так ли на этом горлести живут бок о бок ратусы сильвер стросс и с давних времен питающий неприязнь друг другу во время правления короля леопольда воцарилась эпоха толерантности но а все шло не так гладко отец король леопольд скончался совсем недавно и сразу после этого государственный переворот значит я должна кое-что рассказать вам покойный король леопольд был убит крыса ли он как как отец был убит он ведь умер от болезни не удалось заставить одного из подчиненных крыс и леона проболтаться в пищу понемногу подмешивался слабый яд постепенно подрывая здоровье короля убийство замаскированы под болезнь должно быть они планировали это долгое время я понимаю что тебе тяжело слышать это но сейчас не время передаваться печали нам нужно идти крыса леон моего отца вода вода подземный канал впереди смотрите под ноги а что под ноги смотри тут босики враги смотри там золото железная руда о это же после начала сражения пространство вокруг вас изменяется и вы не сможете покинуть зону битве до полной победы над всеми противниками если вы хотите спастись бегством двигайтесь к краю полет битвы когда шкала спасения заполнится вы сможете убежать если вы продолжите сражаться или получать урон то шкала обнулиться и дан срыв так сопли 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 как я ловко как я ловко и далее просто в конце так чпуньки из железная руда значит здесь можно крафтить это очень хорошо но согласитесь ребятки согласитесь какая красивая графика она нарисована она крутая да я думал что стоит нам только проникнуть систему подземных каналов и остается только добраться до выхода но при нынешнем до складе то вряд ли удастся ослата нас конечно тут не обнаружат но при наличии такого количества монстров расслабиться не удастся ронт вы уже освоили кольцо арсенал думаю вы теперь вполне можете начать пользоваться базовыми умениями умениями да закройте глаза и сконцентрируйтесь роланд выучил заклинание рассекающий удар что это было немного магии я сняла ограничение которое мешало вам высвободить свою скрытую внутреннюю силу теперь вы можете использовать умение она они пригодятся вам в бою так нажмите 1 2 3 или 4 чтобы активировать умение выбранные по на панели навыков также вы можете нажать tab чтобы проверить текущие настройки панели навыков использование умения потребляет определенное количество ман у каждого персонажа своя шкала используя ее умение при помощи заполненной шкале силы оружия вы можете значительно усилить их эффект шкала силы вашего оружия опустить после использования умения вы можете подождать пока шкала силы оружия вновь заполнится или сменить оружие на другой с более заполненной шкалой умение занятным чем больше вы сражаетесь тем разнообразнее будут становиться доступные навыки итак попробуйте теперь воспользоваться умениями в битвами с битвах с монстрами давай а камень езды это что круто 17 джилл джилл и в каждой японской игре это джилл да 38 минут 38 минут мы с вами играем всего много набросано смотри сколько железная руда снова так а там чё есть чё опа пацан дре пацан дре но рассекающий удар то сработал победа победа вместо обеда ребятки победа победа вместо обеда меч еще один меч получил какая прекрасная обновленная что там спуститься можно так здесь я поднимусь сюда потом поднимусь сюда 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 направо там что-то лежит она все пособирать это же лут ой тут их много уровень 2 слайм уровень 3 вот и все отлично просто и хорошо ну такие вот дела как прекрасен этот мир посмотри а нам куда бежать нам мы сюда бежать разве нет это какая-то тупиковая комната по моему или нет ну-ка да здесь тупиковая тут тупиковая значит нам по другую другую сторону все я понял нам сюда я хочу выйти на чистый свежий воздух а потом закончить у нас просто ребятки первый взгляд на это своеобразный обзор геймплей летсплей прохождение но не знаю не знаю насчет прохождения посмотрим понравится значит пройдем понравится не пройдем вау 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 уровень 1 ну дайте я пройду странном когда подлетает начинает замедляться ну ладно так может быть и надо я же не понимаю как чё происходит у ребят вот мы дошли о боже мой этот обвал до тупик это поражение как мы дальше пройдем как так тут явно был взрыв плохо дело не знали что мы будем здесь вот вы где ваше величество эван покажите услугу соизвольте умереть здесь и сейчас на этом месте право на трон столь долго принадлежавшая вашей династии здесь и сейчас перейдет ко мне это подземная система каналов из которой выбраться нельзя наши мышки угодили в мышеловку не поздравить вы говорите в вас время с таким противником как темный лицарь нам не справиться а как же ты эван вы последняя надежда королевства ваша жизнь не должна обрываться здесь вот так ну да звон это ничего себе да нормально с ним все с ней будет мне кажется куда ты зачем ты платишь и кажется она выживет не просто так она познакомилась с роман а роман будет ее героем всю игру скорее всего похоже нам удалось убежать выбраться альми мы должны помочь армии на успокойся если ты сейчас вернишься назад значит она погибла напрасно погибла напрасно погибла альми в любом случае мы уже не сможем вернуться назад сюжетный квест обновлен к выходу ну хорошо пойдемте к выходу вместе только был был бы сильнее бы помог я не читаю особо не удасты рааа о красный какой-то сундук победа железный меч огня ничего себе ну-ка давайте посмотрим что там за железный меч огня железный меч давайте еще один воткнем 33 серьезно тепла да тут столько мечей уже по находил ничего себе так я вот так сделаю раз ну так два вот так три все неплохо хорош все пособирали нет ничего нам куда идти вот сюда хочется выйти реально а вот и сохраняшка хорошо сохраняшка по имени какашка все отлично пойдемте далее я чувствую легкий ветерок похоже выход там так то да ну блин ну чувак ну отвали ты от нас вот вы где безжалостный председатель темный рыцарь ну так и как он да в смысле атаку не такой уж и сильный а я 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 тихо тихо у меня же есть лечил кида пол жизни ему снёс уже нормас тихо 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 ой мать твою нету манны у меня а а а а а а получил люлей сейчас он еще злее станет наверно он уже готов да нет я думаю о боже мой он сейчас еще сильнее станет что у лешего алё да серьезно мать твою за ногу да ну ну на канун да ну да что это такое вот вам да но нет смысле еще полную жизнь здоровье полное здоровье жизни волк да но я стань да ну я где он да встань мать твою да у него вообще жизнь бесконечный блин подожди как мне что-то что мне себе сделать подтвердить о хорош боже мой он я в жопу попал он больно ему сделал а а да ну нет серьезно подержать оба привет вот это жопа вот и драка в глаз попал смотри чё да не такой уж и на мощный держись прошу вас останьте королем того самого дня как скончалась ваша матушка я пообещалась и старалась быть для вас матерью и старшей сестрой и другом я мечтала что буду как будущем вы станете замечательным королем но стать королем это невозможно я не смогу стать королем конечно сможете у вас такое доброе сердце ваше величество я вижу я вижу замечательную страну где все улыбаются альмина этой стороны правит король эвана станьте настоящим королем и спасите этот мир альми альмина альмина вот мы уже и добрались до выхода с вами я понял альми я сделаю это я построю страну которую все улыбаться прекрасную страну о которой мечтала альми я слышал шум и все по сну уходим наполненные слезами глаза слезами слезами ну вот где вашу мать дайте мне посмотреть на мир всеми заставочками ибо на него не кучу так и печален на них даже не спрашивай я потерял очень близко мне человека ведь и думал что она будет со мной всегда синие текаре рта вот она как мне очень жаль но послушай на смену расставания обязательно придет новая встреча встреча именно потеря близкого человека это очень печально но была и новая встреча так ведь впереди тебя ждет еще больше новых встреч самыми разными людьми и среди них несомненно будут те кто станет близким жизнь сложная штука оставаясь с любимыми встречая кого-то нового мучаясь сомнениях мы шаг за шагом движемся вперед так прошли с请 на Sonora озвучала но мы это меня научил один из замечательных человек замечательных человек ладно мне про то мы заглянем как нибудь снова пока Проснулся, наконец. Я видел странный сон. Похоже, это был не кошмар. И то хорошо. Ну что ж. Наролон, ты куда? Хочу немного отвлечься, пойду развеюсь. Пойдем со мной, поговорим. Хорошо. Сюжетный квест обновлен. Смерть Альмина. Отправляйтесь к Роланду. О, в смысле? А, сохраниться же надо. Отлично. Так, где-то уже час практически играем. И мы с вами, ребятки, час. Скорее всего, какая-то часть игры не попадет в обзор. В видос. А, в смысле? А, вот сюда. Все, 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 увидел. Ну, здорово. Да. Этот мир несколько отличается от того, откуда я родом. В моем мире не было такой страны, так коронул. И эти все места тоже мне незнакомы. Каким он был, твой мир, Роланд? Как сказать? В определенном смысле он был, конечно, более продвинутым. Но в вашем мире, кажется, мне есть что-то такое, чего у нас не было. Знаешь, Альмина на ночь рассказывала мне сказки. И, знаешь, одна из них была в другом мире, тесно связанном с нашим. Ну, я всегда думал, что это просто сказка, но все сходится с твоим рассказом. То есть, получается, я бы какой-то непонятной причине перенесся из нашего мира в ваш. Слушай, Роланд, а кем ты был в своем мире? Королем. Правда, что ли? В нашей мире ты должен создаваться президент. Но смысл тот же. Постой-ка, выходит, я и в самом деле опытный тебя. Послучается это так, что в таком случае я могу научиться многому у тебя, правда, твой мир и мой мир немного отличаются. Эван, Эван, чем займемся теперь? Можем поселиться где-нибудь глубоко в горах, где нас никто никогда не найдет. Нет, я принял решение. Я стану королем. Я дал обещание Альми. Ну что ж. Пусть будет так, это твой выбор. Я тоже многому успел подумать и принял решение. Я буду жить здесь, в этом мире. Эван, я пойду. Это путь вместе с тобой. Роланд! Опечаленный гибелью Альмина, Эван принимает решение стать королем и покончить с враждой в этом мире. И Роланд, проникнувшись к Эвану, пойдет вместе с ним по этому чернистому пути. Сохранить? Сохранить? Глава 2. Новое королевство. Чтобы стать королем, необходимо заключить договор со святым защитником. Святой защитник, это еще что такое? У короля должно быть непосредственное доказательство силы перед лицом своего народа. Чтобы показать своим подчиненным, что он достоин называться королем, претенденту необходимо заполучить в союзнике магическое существо, так называемого святого защитника. Хо! Получается, святой защитник – символ королевской власти. Дракон? Угу. Может сказать... Можно это сказать и так. Но это не все. Святой защитник приходит на помощь в трудные для страны минуты. Он обладает силой, превосходящей во много раз мощь огромной армии. Это что-то вроде огромного чудовища. Ну да, самый крупный из них достигает размера из замка. И подобное существо ты должен победить. Постой, ты говорил, что уже король. То есть, получается, договор со святым защитником уже был заключен. Отца не стало всего месяц назад, и я не успел наследовать святого защитника. Поэтому я еще не настоящий король. Если бы все сложилось как нужно, я бы прошел ритуал, чтобы он наследовать святого защитника, и был бы сейчас королем. А как выглядит святой защитник твоего королевства? Как мышка. Ух ты. Ничего себе. Это какой-то оленья, оленья-крыса, я не знаю, кто это. Оленья-крыса-драгу. Драгу-крыса-олень. Крин, просышь. Святой защитник Коронелла Безгласин признал меня достойным права на трон. Таким образом, я, крыса Леон, официально становлюсь королем Коронелла. Получается, святой защитник Коронелла Бел... Белграсин уже попал в лапы к этому крыса Леону. Поэтому я должен найти другого святого защитника, но покровителя для новой страны. Да. Иди же искать этого святого защитника. В долине воздушных змеев есть место под названием Колыбель Солнца. Я думаю, там можно найти святого защитника для заключения договора. Колыбель чего? Колыбель называется Обитель Святого Защитника. В каждом королевстве есть своя колыбель божества. То есть, если святой защитник не связан с каким-либо королевством, можно прийти к нему в святилище и заключить с ним договор. Да. И колыбель Солнца как раз не принадлежит ни одному королевству. Йос. Что ж, я и готов отправиться в путь вперед в долину воздушных змеев. Да. О. Погоди. Комплект снаряжения Эвана. Угу. Переоделся. Наконец-то. С этого момента я тоже буду сражаться. Эван. А. Ну, хорошо. Но смотри, не переусердствуй. Вы можете попасть в меню команды из главного меню. И также можете использовать быстрый клавиш ОП вне битв. В этом меню вы можете менять участников своей команды самым первый персонаж в списке, становится лидером. И вы будете управлять им тогда, когда начнется сражение. Я понял. Свежитный квест обновлен. Пока я не хочу. А как поменять? Вот так все. А, то есть я играю, получается, мелким, а управляю в драках с Роландом. Окей. Давайте на этом остановимся, ребят. Потому что час уже игры мы проиграли. Что ж, можно сказать, что игра довольно, очень даже неплохая. Прям довольно-таки милая. Довольно-таки, что это? А. Смотри, это же портал. Ты не понял, что там только что сказал? Портал это место силы, земли и точка концентрации потоков энергии, призывающая, пронизывающая местность. Если активировать его касанием, в это место можно вернуться. При помощи заклинания телепорт, которому мне когда-то научила Альмия. Ммм. Телепорт. Мгновенное перемещение. Погоди-ка. Используя эту магию, мы с легкостью смогли покинуть замок. Как я и говорил, если не прикоснуться к порталу и не заактивировать его, то телепортироваться будет нельзя. Я почти никогда не прикоснулся с тем замка и не вижу портал, когда я его развив в жизни вообще. Йос. Вот оно как. Ну тогда мы обязательно отыщем с того, как можно больше порталов. Отлично. Ну что, попробуем мотивировать? Да. Телепорт. По всему миру можно встретить множество телепортов. Приблизившись к телепорту, нажмите Е, чтобы его активировать и запомнить это место для мгновенного перемещения. Активированные телепорты автоматически добавляются в нашу карту телепортов, где бы вы ни находились. Вы всегда сможете переместиться в это место. Вы можете открыть карту телепортов, нажав на Н. Также можете перейти из окна карты, нажав на Н. Отлично. Ну что, все, ребята. Погнали. Наконец-то мы увидели мир. Наконец-то мы увидели открытый мир. Наконец-то. Ой. Ну понятно. Уровень 3, крысо-пус. Эс, это монстр, если попадают ближе, будем сражаться. Вот такая, собственно, и, ребятки, игра. Игра отличная. Для тех, кто соскучился по красивым, прикольным РПГшкам японским, вы прям-таки не пожалеете. Еще раз напоминаю, что руку к игре приложила студия Гимли. Студия Гимли делает отличные аниме-мультфильмы. На этом все. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok